В воскресенье в рамках единого дня голосования в Кабарино-Балкаре выбирали депутатов Советов местного самоуправления поселка Кашхатау, селения Сармакова и главу администрации поселка Эльбрус. Будущего главу здесь должны были определить еще 4 марта текущего года, но тогда пятеро из шести претендентов сняли свои кандидатуры, выборы стали безальтернативными и их пришлось перенести. Репортаж нашего специального корреспондента Сафари Гириева. Вопреки досужим мнениям, нынешние выборы главы администрации поселка Эльбрус прошли в спокойной обстановке. На эту должность претендовало пять кандидатов. Это начальник производственного участка РУСГИДРА Расул Гулиев, сотрудник администрации поселка Эльбрус Хизир Гулиев, замдиректора пансионата Эльбрус Магомед Согаев, директор общества МОДУЛЬМАМ Османов Суваев и исполняющий обязанности главы администрации поселка Узиир Курданов. Все они пошли на выборы как самовыдвиженцы и со своими программами. На человека, которого сегодня выберут главы администрации селения Эльбрус, ложится очень большая ответственность. Чтобы не говорили скептики, какие бы доводы они ни приводили, в скором времени здесь будет развиваться туристический кластер. И тогда резко возрастает роль местных органов власти. Именно от их слаженных, а самое главное продуманных действий, зависит реализация проектов, которые станут хорошим импульсом в развитии социальной инфраструктуры всего при Эльбрусе. Люди могли голосовать на трех избирательных участках – в поселке Нейтрино, в Терсколе и в Эльбрусе, где были учтены все нюансы выборного процесса. Все было открыто и прозрачно. Я участвую на всех таких мероприятиях, но такого порядка, как здесь, я еще не встречала. Очень всем довольна. Нет ни одного нарушения. Сейф стоит на видном месте. Урна тоже самая прозрачная. Я восхищаюсь их организованностью. Никаких нарушений не усмотрели и представитель ЦИК России Вячеслав Быков и зампредседателя Республиканского избиркома Сергей Евтушенко, которые после того, как побывали во всех участках, дали высокую оценку организации единого дня голосования. На всех трех участках установлены веб-камеры, которые ведут запись и голосования, и работы комиссии. Ящики для голосования прозрачные, то, что требует сегодняшние нормы законодательства. В целом настроение на избирательных участках, я смотрю, у членов комиссии нормальное. Мы поговорили с рядом наблюдателей. Замечаний на этот момент с их стороны никаких нет. Жалоб, заявлений пока в комиссии не поступало. Мы подошли теперь к этим выборам со всех сторон подготовлено. И думаю, вот это и есть результат, когда выборы проходят без всяких эксцентентов проблем. И это говорить можем не только мы, как члены избирательной комиссии, но даже и доверенные лица, и наблюдатели от самих кандидатов. По информации территориальной избирательной комиссии, глава администрации поселка Эльбрус вновь избран Узеир Курданов, который набрал 46,89% голосов. Также в этот день состоялись дополнительные выборы депутатов Совета местного самоуправления в селениях Кашхатау и Сармакова. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Валкария.